Белоснежный, роскошный бычарок. Видите, какой действительно грязный, пошлый, извращенный миф? А сегодня поговорим про самый известный миф с острова Крита. Конечно же, это миф про Минотавра. Да, было такое чудовище. Оно проживало во дворце у самого Миноса, Кносский дворец. Там во дворце, согласно мифу, был такой непроходимый лабиринт, в котором как раз и обитал этот минотавр. И все, кто попадали в этот лабиринт, они не могли оттуда выйти. И рано или поздно вместо выхода они натыкались на минотавра, который их сжирал. И откуда же появляется этот минотавр? Да еще на таких особенных условиях. Отдельный ему целый лабиринт во дворце у самого Миноса. А появляется он в результате одной очень некрасивой и грязной истории. Дело в том, что у греков есть такая традиция приносить в жертвы своим богам какое-то животное. И так как на Крите это главное посвятительное, это темное животное, это был бык, то часто именно быка там и приносили в жертву. И вот бог Посеидон приносит в подарок Миносу такого замечательного, белоснежного, красивого быка. С целью, чтобы именно вот этого красивого, замечательного быка Миносу принес в жертву. Она такая праздничная, какая-то юбилейная жертва, видимо, готовилась. Минос увидел этого быка и подумал, такая корова нужна самому. Пожалел Минос этого быка, пожадничал и принес на юбилейную жертву какого-то другого быка. Тоже замечательно, но не такого красивого, как именно этот белоснежный, роскошный Посеидонов бык. И остался этот бык жить при дворе, в замечательных условиях, пасся на лучших критских лугах. У Миноса была жена, царица, её звали Посефая. И на эту царицу Посефаю находят такое неестественное желание, неестественная страсть к этому, хоть и красивому и белоснежному, но быку, животному. И ничего не может с собой поделать Посефая, потому что это то самое проклятие, которое Посейдон или боги насылают как наказание на Миноса. То есть Посефая, она в этой ситуации абсолютная жертва. Минос должен был принести этого быка в жертву, но пожадничал, проявил такое малодушие. И за это Посейдон, боги, наказывают его, то что его жена заходится вот этим низменным желанием, противоестественным к животному, быку. Когда это не просто прихоть, да, а такое послание богов, не может она этому противостоять. Поэтому она просит придворного мастера Дедала, чтобы тот изготовил ей такой деревянный костюм коровы, в который она сможет залезть. И бык, приняв вот этот муляж за настоящую корову, совершит с ней половой акт. Посефая будет находиться внутри этой муляжной коровы и таким образом удовлетворить свою страсть. Так и получается. И таким образом Посефая беременеет от быка. И рождается как раз вот этот Минотавр. Получеловек, полубык. Тот же самый мастер Дедау строит в Кноском дворце знаменитый лабиринт. Этот лабиринт будет убежищем для этого существа Минотавра. Миносу, естественно, нужно было следы такого позора куда-то спрятать. И вот получается такой лабиринт. А сынок еще оказывается прожорливым. Ему обязательно подавай человеческие жертвы. Обязательно какую-то молодежь. Поэтому Минос обязывает материковую Грецию, чтобы те присылали своих детей-подростков. Каждый год афиняне отправляли на остров Крит корабль со своими детьми, которым суждено было стать, собственно, кормом для этого Минотавра. И в один из таких разов попадает сам сын короля. Короля звали Эгей. А сына звали Тисей. И принц Тисей, чтобы успокоить своего отца, обещает ему то, что я покончу с этим Минотавром. И я вернусь, и больше никаких жертв не нужно будет афинянам приносить царю Миносу. Царь Эгей, конечно же, очень надеется, что у Тисея все получится, и он сможет вернуться живым. Отправляли этих юношей и девушек на корабле с черными парусами. Эгей просит своего сына то, что если у тебя все получится, и ты будешь возвращаться с победы, пожалуйста, замени эти паруса с черных на белые. Я буду стоять, ждать, я увижу то, что паруса белые, и тогда я смогу заранее порадоваться. Дальше Тисей вместе с другими юношами и девушками прибывает на Крит. Там в него влюбляется дочь Миноса, Ариадна. И Ариадна решает помочь Тисею. Она дает ему свой знаменитый клубок, который поможет Тисею найти выход из этого лабиринта. Потому что даже если он убьет этого Минотавра, то вряд ли он сможет выбраться из этого лабиринта. Поэтому, когда он в этот лабиринт заходит, начинает размотывать нить, и потом встречает Минотавра, убивает его, и по этой нити он выходит обратно из этого лабиринта. Таким образом, он выполняет обещание, которое дал своему отцу, возвращается домой, но так он спешит порадовать своего отца, что забывает поменять эти паруса. И плывет он с черными парусами. Эгей действительно ждет его на вершине скалы, над обрывом у моря, ждет своего сына, видит возвращающийся корабль с черными парусами, что он не выдерживает, бросается с обрыва скалы в море, погибает. И теперь это море называется Эгейское. Эгейское море в честь вот этого мифического царя, отца Тесея. Вот такой у нас сегодня грустный, но в то же время захватывающий миф. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк этому видео, и увидимся с вами совсем скоро. Пока-пока!